В данном сегменте мы поговорим о динамической памяти. Это способ выделения дополнительных областей памяти для хранения данных. Зачем нужна динамическая память? Во-первых, все переменные, которые мы использовали до этого, располагались на стеке. А стек является достаточно небольшим сегментом данных и не предназначен для хранения больших данных. Например, если вы пытаетесь выделить на стеке большой массив, например, 10 миллионов вещественных чисел, что, в принципе, достаточно немного по сравнению с размером оперативной памяти, 80 мегабайт, но достаточно много по сравнению с размером стека, то такой массив у вас не поместится на стеке, и это вызовет ошибку. Либо ошибку компиляции, взять вместе с компилятором, либо ошибку времени выполнения. То есть в моменте выполнения вы пытаетесь заглянуть за границу стека, что вы видите. Сегментation fault, access violation или что-нибудь вроде этого. Вторая причина заключается в том, что время жизни локальных переменных ограничено временем работы функции. Соответственно, если вы хотите создать переменную или массив, время жизни которых больше, чем время работы функции, то вы не можете расположить их на стеке. Потому что иначе при выходе из функции эта переменная или массив будет уничтожен. Важно отметить, что динамическая память выделяется в сегменте данных. Если вы хотите выделить новые сегменты кода, то для этого используется другой механизм, который называется динамические библиотеки. Структура, которая отвечает за выделение, освобождение дополнительной памяти, называется кучей. Как и в случае со стеком, у слова куча есть два смысла. Один — это куча из курса алгоритмов, а второй — это куча, которая используется в C++. Как и в случае со стеком, есть сходства и различия, но не надо путать. То есть в данном случае под кучей признается просто структура, которая отвечает до управления памяти. Важно также отметить, что в C++ выделение и освобождение памяти происходит вручную. То есть за это отвечает программист. В отличие, например, от работы с локальными переменами на стеке, уничтожение которых берет на себя компилятор. То есть программа сама отвечает за время жизни этой переменной, в то время как в случае с динамической памяти вам придется брать на себя ответственность за выделение памяти и за ее корректное освобождение.